О чем говорили молодые ученые с ректором КФУ? Любишь кататься на машине, люби и денежку платить. Зеленая химия в Казанском федеральном. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ерик Мухаммадинов удостоен премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. В своем телеграм-канале РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов поздравил победителей и отметил, что за эту разработку Ирику Мухаммадинову будет присвоена премия президента России. Подробнее расскажем в одном из наших следующих выпусков. О том, как прошла встреча молодых ученых с ректором Казанского федерального университета, смотрите в сюжете нашего корреспондента. В стенах попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ с молодыми учеными университета. В начале мероприятия Ленар Сафин поделился присутствующими планами по развитию научной сферы университета. Молодые ученые, мы накануне праздника российской науки проводим традиционную встречу с нашими молодыми учеными, с нашей ассоциацией. Поэтому, я думаю, нам есть о чем поговорить. В ходе встречи ректор КФУ искренне поблагодарил представителей Ассоциации молодых ученых за помощь в организации мероприятий и за плодотворную работу в стенах «Альма-Матер». Ведь, как известно, именно наука является основной движущей силой прогресса и развития сферы образования. От достижения ученых напрямую зависит не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов и миллионов людей. Традиционно наши молодые ученые побеждают в конкурсе на премию Завойского имени Арбузова по химии, по физике, то есть первые места за нашим университетом. Победители здесь и Руслан Батулин, и Павел Подня, и еще призеры тоже этого конкурса. Активно тоже участвуют в других региональных конкурсах, всегда на первых, так сказать, местах, первых позициях наших молодых ученых. На сегодняшний день университетские ученые продолжают славные традиции, развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, уделяя особое внимание становлению молодых исследователей. Амира Ахтемов, Александр Кунецов. Универньюс. Увеличится ли в Татарстане количество платных парковок и зачем они нужны городу? Далее в сюжете Регина Табрисовой. Состоялось расширенное заседание итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан о результатах деятельности дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан в 2022 году и задачах на 2023. Там вице-премьер России Марат Хуснулин раскритиковал главу Нижнекамского района Рамиля Мулина за нормативы по парковкам в городе. Городская земля – это ценный ресурс, который невозможно расходовать необдуманно. На каждую типовую квартиру по закону должно приходиться 1,2 парковочных места. Из них 0,2 – 0,5 в подземных гаражах. Однако невозможно дать всем жителям 10 квадратных метров для машины у работы и дома. Платную парковку возят там, где спрос на места выше предложения. То есть это делают для контроля поездок по городу на машинах и повышения эффективности каждого места. Это никак не зависит от размеров города. В Татарстане проблема автомобилизации, на мой взгляд, стоит достаточно остро. Граждане, приобретая автомобили, совершенно не заботятся о том, где они его будут ставить. Это вот сейчас сиюминутная какая-то прихоть. Мне нужен автомобиль, я хочу быть как все, я хочу передвигаться. Где будет человек, гражданин, автолюбитель его ставить? На ночь, либо на какое-то краткое время, либо около рабочего места? Никто не задумывается. Для администрации любого города платные парковки вполне оправданная мера. Ведь часть от полученных средств уходит на поддержание уличнодорожной сети. К тому же, такой способ позволяет избавить город от пробок. Но для автомобилистов это действительно большая проблема. Ведь многие из них не понимают цели и задач данного процесса. Доходит до того, что жители снимают номера с автомобилей. Это позволяет оставить машину в любом месте, в том числе нарушая правила парковки. Но за такие действия предусмотрена административная ответственность, если сотрудники ГИБДД докажут умысел в действиях водителя. В Татарстане штраф за парковку в неположенном месте предусмотрен Кодексом об административных правонарушениях с Республики Татарстан. Составляет он 500 рублей. Штраф за неоплату парковочного места составляет 2500 рублей. И предусмотрена ответственность за указанные деяния статьей 3.16 КОАП РТ. Людям нужно перемещаться по городу. Но выбор средств для этого зависит от политики города. Поэтому проекты создания платных парковок должны идти параллельно с реформой общественного транспорта. Например, созданием выделенных полос, отменой маршруток, введением перехватывающих парковок на подъездах к городу и так далее. Варианты решения этой проблемы. Наверное, эффективность парковок надо все-таки увеличивать. И во-вторых, наверное, все-таки повышение уровня стоимости парковки автоматически заставит будущего автовладельца или уже нынешнего автовладельца задуматься о том, где он будет все-таки машину ставить. По словам вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснулина, Россия не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место. Поэтому стоит проанализировать каждый город и определить норматив по парковочным местам. Иначе данное положение может привести к гарантированным пробкам на всю оставшуюся жизнь. Регина Табрисова, Алина Красильникова, Универ Ньюз. В Казани разработали уникальный проект, оказывающий благоприятное воздействие на окружающую среду. Подробнее в этой теме разбирался наш корреспондент. Доцент кафедры органической и медицинской химии Химического института имени Бутлерова Диана Миронова разрабатывает уникальный проект, который позволит осуществить переход к зеленой химии. Это позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и увеличит энергосберегающие ресурсы страны, тем самым отказываясь от токсичных органических растворителей. Люди будут создавать безопасную химию. Мы работаем с такими многообещающими молекулами, которые называются калексорены. Они на данный момент применяются во многих областях, например, в медицине, в катализе. И вот как раз тема катализа на данный момент является очень актуальной тематикой. Она находится в топе рейтинговых статей различных. И, наверное, вот эту верхушку занимает тематика зеленой химии. Такие проекты с использованием калексорена в качестве катализа уже ведутся, однако в мире их считанные единицы. Именно поэтому Казанский федеральный университет является первооткрывателем в области изучения капсульных катализаторов. Как отметила Диана Миронова, в дальнейшем она с коллегами по лаборатории планирует испытать капсулу в качестве катализатора в различных реакциях. А зеленая химия предполагает под собой использование различных экологически чистых растворителей. Так вот, калексорены позволяют нам перейти из органической среды, которая не всегда является полезной, а зачастую токсичной, в водную среду и проводить там различные реакции. А калексорены позволяют одновременно и перейти в эту водную среду, и ускорить эти реакции. Таким образом, использование калексоренов открывает большие перспективы для получения NHC-капсул и является актуальной проблемой, решение которой связано с переходом к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике России. Тагмина Мадатова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захидаглы. Универ Ньюс. Аневризма – недуг, с которым может столкнуться каждый. Узнать о ней можно совершенно случайно. У одних пациентов она никак себя не проявляет, а у других вызывает боли. Разрыв аневризмы порой может повлечь за собой фатальные последствия. Кто лечит аневризмы и как их выявить, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. У меня в левом боку чуть-чуть боль была, поэтому врачи мне сказали, что надо РКТ. Вот там выявлено, что аневризма. Делюся Гельфанова узнала об аневризме, когда врачи направили ее на компьютерную томографию. Это серьезное заболевание встречается не так часто. Происходит истончение или растяжение тканей артерии или вены. В результате образуется своеобразный мешок, который сдавливает расположенные рядом с ним ткани. В такое состояние сосуды может привести травма или инфекция. Однако специалисты подчеркивают, что чаще всего аневризмом подвержены люди, у которых в семье уже было подобное заболевание. Если раньше с диагностикой было не так легко, то сейчас выявить недуг проще. А значит, шансы спасти пациента гораздо выше. Диагностика стала больше в настоящее время, когда доступ к сложным исследованиям увеличился. И в то же время врачи привели достаточно большой опыт в ультразвуковой диагностике. В какой-то степени проведение операции над аневризмой уникально. Для сосуда необходима индивидуальная спираль под размер образования. В процессе операции используется специальная система, которая позволяет визуализировать аневризму и помогает найти источник ее питания. Были сделаны снимки ангиографические на ангиографической системе. И далее был выявлен источник кровоснабжения этой аневризмы. Через прокол в бедренной артерии был заведен специальный катетер, с помощью которого далее были заведены эмболизационные спирали, которые выключили аневризму из кровотока и тем самым нет риска разрыва этой аневризмы. Нет в ней кровотока и эта аневризма не грозит дальше никакими осложнениями в виде кровотечения. Если ранее операции над аневризмой требовали серьезного хирургического вмешательства, сейчас под наблюдением грамотных специалистов проводится манипуляция с минимальным количеством надрезов. При этом период восстановления пациента сокращается почти вдвое. Операция длится около часа под местной анестезией без наркоза. Делюся признается, было страшно. Но, к счастью, никакой боли и дискомфорта не было. Очень хорошо встретили меня. Вчера операция прошла очень успешно. Я думаю, у меня все нормально, все хорошо. Благодаря слаженной работе специалистов двух отделений в ходе операции удалось спасти селезенку. Какое-то время пациентке придется остаться под наблюдением врача, чтобы он смог удостовериться, что ее здоровью ничего больше не угрожает. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. 6 февраля 2023 года в Турции произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло за собой множество потерь. В связи с трагическим событием с 8 по 10 февраля в Генеральном консульстве будет открыта книга соболезнований, а также сбор для оказания помощи пострадавшим. Генеральное консульство расположено по адресу улицы Горького, 23-27. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok